Передовое решение для сельскохозяйственной отрасли края предлагают студенты Алтайского технического вуза. И его суть заключается в машинном зрении, практике, которая в агросекторе почти не распространена. Все это время культура анализирует преимущественно вручную, с микрометром и ситом, перебирая зернышко за зернышком. Новый подход все изменит. Расстояние между зернами необходимо, чтобы гранулометрия увидела их все без ошибок. Программа, пользуясь методом жука, обводит каждую крупицу отдельно и высчитывает ее длину, ширину, периметр и площадь. Разработка экономит время на исследование в 3-4 раза. В перспективе это можно использовать и в рамках посевной, и для переработчиков, которые поставляют на рынок готовую продукцию. То есть на настоящий момент мы можем определять крупность, выровненность зерна, стекловидность, фракционный состав гречих, а также крупность помола муки, которая напрямую влияет на качество хлеба. Для использования разработки нужен компьютер с программой и сканер. В теории подойдет и офисное оборудование, однако есть прямая зависимость между используемой техникой и качеством исследований. Погрешность измерения здесь зависит от разрешающей способности сканера. То есть если мы сканировали 600 точек на дюйм, то, соответственно, погрешность измерения составляет 0,04. Если мы сканируем уже 1200, соответственно, погрешность составляет уже 0,02. Должен понимать строение зерна, то есть как оно построено. То есть там борозда, например, бородка, бородка. Ты должен определять составляющие зерна, после чего ты уже можешь объективно оценивать, правильно ли у тебя сформировался контур, либо нужно немного доработать, поднастроить программу. Сейчас университет ищет предприятия, которые проявят интерес к современному подходу в исследовании зерна. Причем по желанию конкретного производителя инженеры вуза могут доработать программу для анализа любых видов зерновых культур. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком. День с толком.